В Южной Осетии выросла цена на социальный хлеб. Сегодняшнего дня булку хлеба можно будет купить за 18 рублей. Вопрос о повышении цены на хлеб из муки первого сорта массой 600 грамм обсуждался на заседании правительства, где было принято решение с 15 числа текущего месяца поднять цену на 2 рубля. Увеличение стоимости социального хлеба прокомментировал директор комбинета хлебобулочных изделий Вадим Схавребов, объяснив это тем, что в течение последних четырех лет цена на социальный хлеб в Южной Осетии оставалась неизменной. на уровне 16 рублей. Между тем, исходное сырье, в том числе импортные ингредиенты, используемые в производстве на российских рынках, значительно подорожали. Такая необходимость возникла еще в начале, в конце 17-го, в начале 18-го года. Но руководство посчитало нужным воздержаться от такого повышения. Мы видим в Российской Федерации социальный хлеб весом 500 грамм, как пишут, стоит более 23 рублей. Мы знаем, что ни мука, ни свет, ни газ у нас не дешевле, ни аналоги на хлеб у нас даже в плане НДС даже выше. Белый хлеб из муки первого сорта массой 600 грамм мы покупали за 16 рублей. Но, как отмечает Вадим Схавребов, его себестоимость составляет 23 рубля, что приводит к значительным убыткам хлебокомбината. Чтобы частично возместить потери предприятия, возникла необходимость в увеличении отпускной цены на хлеб на 2 рубля. Определенно оптимистические настроения, есть понимание руководства, есть ряд вопросов, которые нам смогут, по крайней мере, бесперебойную работу предприятия и хотя бы незначительно проиндексировать зарплаты нашим работникам основного производства, которые работают в горячих цехах. Также предусмотрено правительством небольшое субсидирование, частичное субсидирование, как в районе 4 миллионов. Это тоже для нас послужит помощью, скажем так. Цены на другие виды хлебобулочных изделий, по словам директора комбината, пока повышать не планируют. Чтобы не допустить значительного подорожания социального хлеба, государство будет использовать различные механизмы регулирования цены, в том числе субсидирование. Зарина Кочиева, Александр Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова